Все подальше Вот на берег Утро, вам на утро! Привет, Андрей Пацан слева! Почки! Не оставить бы здесь почки! Мы идем всего лишь полчаса Сопли уже 105 раз наматываются на кулак Но это ничего Если вы любите подниматься Это для вас Ну что, мы отчаливаем И что мне нравится Как всегда, угадайте с трех раз То, что мы здесь одни В твой город Самовольно Пришла Пора рассвета Ты слышишь шепот ветра Кто это пришла И будет сной на наклад Отдываю ветра На холод без просветы Я лето Кончились холода В городе Супер свиста Яркий зеленый сезон Царское шаркое лето Медведь Хорош Медведь Это очень холодно Спасибо Ребятки наши сейчас сладкие Пойдут искупаться Место, где произрастает много лотосов Показатель того, что вода чистейшая В принципе можно трусы снять Да сними трусы А я сниму трусы Да нету никого, снимай Ну а ты отвернешься Я не видела Давай Я даже сняла твой голый зад Потом вырежем Ой, ребят, я вам завидую Покарай, покарай Крукодайл, анаконда Блин, вода очень охрененная Блин, пофиг, я пошла тоже с вами У меня искупальник сменный Я что-то не стала теряться и решила Тоже искупаться, это потрясающая вода Очень чистая Офигенно пахнет Запах лотоса А я вообще без трусов Отклестаю А ты думал только ты так умеешь, да? Я думаю, что не только Андрей может быть злой Злой русский Солнце спряталось, мне можно выходить Потому что Мои плечи Скоро пойдут на разбор Я сгорела второй раз, красотка, да? Поэтому, простите за такой вид Запах нереальный Манго сделал нам сегодня курицу в ананасовом соусе Вот здесь ананасов Он делает очень вкусно Реально просто слюнки текут И на берегу реки мы сидим Как всегда красивое место Красивый манго Красивый манго Все красиво Гоу Эдолфин Смотри и учись Давай Раз Да, но я не могу так делать Два Потому что я быстро И что? Тебя это смущает? Три Четыре Оп Ну тогда вы там пристоите, а я так делаю Но уже ж проблем ж Он вошел в франц Ему все равно Анаконда, пингвин Крокодайл Крокодайл, анаконда Все, да Это хорошо, да? Это не хорошо Это невероятно Вот так вот мы классно отдохнули на озере Совершенно неожиданно Круто Нам очень понравилось Андрея, тебе понравилось в итоге? Моя нормальная Аааа, Свислоф. Прямо Свислоф, какой же ты гаденыш, а русский гаденыш. Хотел еще купаться, ты просто пел песню о том, как ты хочешь сильно купаться! Ты купался? Он сделал, что твои желания приходит Манго Манго Калун Энди Мокадэ Я могу снять 150 150? 150 раз наш дорогой Манго плавал в этом озере Ну реально купание было прямо выдающееся очень приятное одно из лучших озерных купаний в нашей жизни я думаю если вы путешествуете на байках сами там или взяли в аренду тук-тук заезжайте искупайтесь это очень круто нас уже ждет транспорт грузимся в него и отправляемся на ужин нас все-таки убедили наше сегодняшнее обстоятельство добить эту экскурсию до конца и едем мы есть это очень хороших в плане того что здесь произрастают прекрасные фрукты далеко не везде такие на шри-ланке сейчас наиболее красиво выглядят рисовые поля потому что когда рис поднимется высоко это уже не будет так живописно выглядеть мы прибыли в деревню здесь у нас будет трапеза привет в этом мире есть люди которые работают физически раньше когда нам показывали рекламу баунти и из кокоса выливалась вода мы смеялись говорили а это неправда кокосовое молоко белое нет вот здесь она прямо практически прозрачная хотели положить перца и лука но перец я отказался потому что он супер острый здесь а лук я собственно и не ем остался получается получается как у кокос и лаймон а побежал манга нам сейчас кокоска опа опа дубль три дубль пять четыре не попал пять тоже не попал шесть нет почти но манга если сейчас все выльется будешь снова покупать понял сейчас все вылиться купишь за свой счет новый понял а 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 Я Манго. Сегодня у нас был тур по Сигири. Мы поехали в Педурангале. Потом искупались в озере. Приехали сюда, в деревню, для того, чтобы поесть. Кокосики. Вкусно, чтобы было хорошо. Добро пожаловать на Шри-Ланку. Добро пожаловать в мое сердце и на мои экскурсии. Добро пожаловать в Манго. Короче, вот так вот мы едим. В России всегда говорили, что же тебе. Как свинья, практически. Чего? Миш, ты продолжаешь сволочнить? Не-не-не, я просто говорю как есть. Склочничать? Ну, не знаю. Он Манго вообще там все намешал просто, как и не знаю что. Можно просто в блендере смешать все. Я бы то самое. Милкшейк Манго. Мы возвращаемся. Думали, что следующим пунктом у нас будет Элла. И затем движение на юг. Но решили, что сложновато для первого раза это будет. Нету прямых автобусов. Только несколько пересадок. И это очень проблематично. Ехать обратно в Коломбо 5 часов тоже. Желанием не горит. Поэтому мы на ходу переобулись. Приняли решение ехать в Кэнди. До вечера будем уже там. Наш благолепный товарищ знает место, где можно остановиться. И надо будет как следует нам подзарядиться. У нас почти все девайсы подсели. Готовятся к завтрашней съемке. И завтра, соответственно, Кэнди или Кэнди на Лорелле посмотрим, как во времени, по силам. Нам, честно говоря, наверное, эту ночь нам хочется выспаться. Мы добрались до Дамболе. И вот, наверное, как раз таки наш автобус с Кэнди. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Нам очень повезло. Как раз подъехал автобус с Кэнди. Автобус полный. Ехать два часа. Я думаю, за это время, может быть, будет какая-то перестановка. Кто-то выйдет. Автобус просто first class. Как говорится, в тесноте это не в обиде. Нас тут совсем немного. Вот черный. Сзади черный, нет, туда белый. Ну, тут трудно различить цвета. Все смешалось. Люди, кони. Сейчас, вспоминая наш утренний переезд из Коломбо в Дамбуле, наверное, мы бы предпочли... Я торможу просто двух человек еще параллельно. Потому что они на хрен держатся, если я могу держаться. Наверное, мы бы предпочли все-таки... Ведя локтеву нечаясь могу дыриться. Размещение в первом автобусе. Вообще, нам там нравилось, там было ржачно. Мы сидели, все вокруг парились. А сейчас мы паримся, все вокруг сидят, уже менее ржачно, я бы сказала. Типа того, да. Ну что, нам правда очень повезло. Сегодня вот целый день, нам везет. Мы загрузились в автобус буквально через 15 минут, полив дождь. Просто дождик. Плещет там, стемнело. Через какое-то время Манго меня зовут. Иди сюда, пробивайтесь. Здесь есть место, ты здесь сядешь. Там стояла девочка замечательная, шри-ланкика, такая симпатичная. Я говорю, Манго, ну вот девочка же стоит. Пусть она сядет. Они мне, нет, 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 садись. Реально, ланьхийцы очень лояльные, очень тактично относятся в большинстве своем. Если какие-то повороты вам кажутся нетактичными, это просто потому, что нет таких привычек в этом обществе. Есть определенные условности, которые сложились вот в таких границах, и поэтому люди себя так ведут. Но в целом для туристов делается все возможное. Автобус биток. Первое место освободилось, меня взяли и посадили. Вообще, очень приятно. Мы приехали в Хэнди. Это реально очень большой город. На карте Шри-Ланке вы всегда найдете два города – Коломбо и Хэнди. Я всегда думала, что Коломбо – столица, понятно, а Хэнди, потому что здесь расположен культовый и самый главный храм. Но сейчас я понимаю, перемещаясь по городу на автобусе, что это реально очень большой город. Хэнди, сына, сына, сына. Хэнди, сына, 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 сына. Раз, сына, сына. Чего, го, го. Спасибо, спасибо, спасибо. Оп! здесь помимо храма есть на что поглазеть очень красивая архитектура прямо идешь по улице приятно в удовольствие анга подтвердила что гэнди действительно больше коломбо и сказала еще что очень странное явление город огромный а в нем практически нет аптек у ребят у обоих заболит голова люди спят вот так вот вот и навесами на улице идем большая куча думали это помойка там человек спит под навесами взяли тук-тук едем в детскаус гостевой дом друга манга говорит что он такой же новый как тот котл в котором мы ночевали и там очень чисто но мы проверим долго поднимались в горы конкретные молнии фигачить нам мега ведет дождя и не застали все время когда он идет как под крышей приехали это ресепс такой маленький здесь много помню я так понимаю что-то нам будет показывать куда нас будет усилить надеемся что но реально вид вид здесь будет завтра феноменальный если мы здесь конечно останемся да 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 хорошо уже вижу что хорошо все чистенько все аккуратненько давай ванна посмотрим андрюш давай меняемся ну да для одной ночи вполне прилично реально чисто очень чисто как нам манга и обещал но вот единственно что не чисто зеркало вот все грязное но как бы ладно а постель прям ну вот вообще пол идеальный вот реально на нем нет ни песчинки я проснулась половину восьмого андрей в половину девятого манга еще спит утром началось превосходно первое что я увидела когда вышла было вот это где в общем мы мы в полном восторге части штук до на троих на троих на троих на двоих будет дешевле соответственно бургеркинг мы заказали потому что ничего больше другого не знали но он вышел космических 16 с чем-то ты что это 5000 рублей да очень дорого наверное потому что говядины в целом регионе мало и когда она встречается она стоит скорее всего дорого спасибо этому дому пойдем к другому хотим сейчас подняться на крышу могу да твой ты друг вчера дали хозяину нашему все наши шмотки в стирку мои сгоревшие плечи с мазью перепачкали всю мою одежду все они меня и постирали почти все пятна стирались а под белой майку я сделала полиэтиленовые накладки так что не должна буду ее испоганить поехали в канди темпл такие друганы жить друг без друга не могут манго не вел бы миссинге здесь ощущается не так влажно как во всех других регионах лично мне дышится здесь легче я не люблю влажность предлагаю давай тормоза ему сломаем и посмотрим что будет на сран дурак попер знаю я вижу здесь только кроликов и обезьян вообще-то вжик и чип или дл зеленые какашки вот у нас не умеют переводить мультики нет чтобы сделать перевод что было в рифму как у меня сейчас нет какая-то там команда рубашки команда не рифмуются рубашки какашки отличная рифма между впрочем очень отражает действительность они же из канализации пришли все автобусы здесь ашик вилан hello have a good day railway station yeah to buy tickets and the booking booking and tickets and the three of lock in the in the train to have a ticket yeah yeah they can finish yeah ok candy railway stations перед башней приехали на вокзал города candy центральный может не быть билетов поэтому предварительно перед башней с утра мы приехали он забронирует нам три места на последний поезд для того чтобы мы не столкнулись с ситуацией когда макри приедем и билетов нет вот эту штуку очень рекомендуем она бывает из красного яблока и бывает и зеленого яблока это что-то наподобие нашего буратино очень вкусная из красного яблока и зеленого слегка газированная и здорово утоляет жажду мне лично здесь вода обычная не нравится вообще на вкус я ее пью и не напиваюсь поскольку мне не нравится вкус я никак не могу утолить жажду есть такая особенность мы вошли на территорию андрюху обыскали с пристрастием нашли у него дрон сказали вау пацаны ребята дрона нет а то будет а-та-та мы сказали мы знаем что нельзя летать не знаю где манга он должен был где-то здесь быть привели слона огромного как обычно над ним издеваются с копьями тыкают его ну так как обычно что там Субтитры делал DimaTorzok Из них высекаются, если так интересно Это первые находки написаны по-английски и по-английски И далее второй, третий и далее базалов В конце, вот здесь 21-й, это конец истории Здесь можно пройтись, есть иллюстрации Пошагово, как все происходило И внизу пояснение Если вы знаете английский, то поймете, о чем дело Мы были на втором этаже Прочитали там историю Куча имен, куча королев Один король, потом второй король Потом пришел кто-то, разрушил храм Потом пришел, снова построил О, я запуталась Сейчас у Манго спросим Пойдем, я знаю Написано Индия и Шри-Ланка дружба Надписи Буддистский книжный центр Музей мирового буддизма И Арадхи выставочный центр Ой, там жара просто, шашлычная Кто хочет шашлычный Я зайду в эту шашлычную Потому что очень интересно А здесь вот молельная Сегодня я поняла, что в Кэнде отдельная история Про зуб Будды Как он оказался здесь на острове Каким образом появился на этом месте данный храм Самый старый храм на Шри-Ланке Такое энергетическое место Мы не особые любители приезжать И выслушивать полчасовые рассказы о том Как вот эта плита 1300 лет назад была здесь заложена Кем и при каких обстоятельствах Если вам будет интересно То я дам ссылки, где можно почитать, взять информацию Привет, красавчик Ну а ты куда побежал? Как у тебя дела? Погода меняется, поэтому нам надо дуть быстрее Вот такие красотки Манго привез нас к подножью храма Где на вершине горы сидит вот этот прекрасный белый Будда Внутрь мы не пойдем Честно говоря, достаточно религии для нас на сегодня Поднимаемся на смотровую площадку Последнее место, куда мы прям стремились активно А здесь у нас вообще Ну какая история Расселись тут, понимаешь ли Школьники здесь всегда в белых одеждах Причем кипельно белых Вот реально Таких белых, каких у нас не ходят даже Колледж Для девочек У нас еще час пятнадцать до поезда Мы, конечно, приедем туда раньше Но мы хотим немножко расстануть Отдохнуть Андрюша попьет горяченького Я попью холодненького Может быть, поедем что-нибудь сладенького В общем, нашли такое местечко На самый верхний мы поднялись Самый красивый вид Вот здесь сейчас здорово отдохнем Манго всегда делает вот такие вот шарики из еды Он смешивает разные ингредиенты Снежки Да, Андрей это называет снежки И затем вот так вот Когда как следует, как следует все размешает Слепит Закидывает все в рот Когда мы спрашиваем, почему Он говорит, так гораздо вкуснее У нас вышел счет на 3000 Без 50 тугриков Я очень вкусная шейк попила Манго Прошу прощения Спасибо Поел очень вкусную еду А Андрей съел самый невкусный в своей жизни Фруктовый салат, да? Мороженый, да А что не понравилось? Сами фрукты непонятные Что-то странно У меня был офигенный манго-милкшейк Вот, но в целом мы очень довольны Потому что мы здорово посидели Остается полчаса до поезда Так что мы двигаем в сторону станции Манжолей Кам, бро Так, мы куда-то несемся В очередной раз В гору Тут воняет тухлыми Вот, а тут вороны с ума сошли Тухлыми воняет этими рыбой Воронами Мусор здесь валяется вот так вот Ну, кстати, это может быть был бы не мусор Это могло бы быть просто человек Который спокойно вот так вот разлегся бы Накрылся бы И лежал бы Вот Запах очень классный Советую всем Особенно там, типа, как Как Галя условно Ей бы очень понравилось бы, я думаю Она бы кайфанула бы Вопрос к знатокам Почему? Вот, значит, заходим Настроя Если вы умеете читать, то раз, два, три Вот Так, you are welcome Экстрасенсы Это экстрасенсы, наверное То есть туда экстрасенсы только могут попасть Первого класса Для экстрасенсов, наверное, направо Вот это, наверное, как раз-таки и есть первый класс Какое-то дерьмо, если честно О, ерунда Нормальные люди не путешествуют первым классом Потому что в первом классе нормальные люди болеют Нормальные люди экономят каждую копейку И путешествуют вторым классом Вот мы заходим в наш поезд Вот мы расположились в втором классе Здесь нет кондиционера Мы в втором классе не ехали сюда, в Колумбо Нам очень понравилось Вот, собственно Сейчас сели так же Кимов и Монголия Как тебе павлия? Эсанэйм Алистанэйм 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 И Монголия Алистанэйм Тоже отлично Себя чувствуют? Поезд пропускал Этот поезд синий Сейчас он проедет И поедем мы Черезной тоннель И давай кричать Алистанэй 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 Они такие отрезные скалы от которой можно расцарапать лицо, но как бы ничего такого, все привыкли. Да, тут забыл непонятно, правда, что. Так, ну вроде как начинаются какие-то виды интересные, вау, но недалеко, я думаю, вы не увидите. Девочка тянет руку, пытается ухватить воздух, думает, дай пощупаю воздух, никогда не штукало воздух. Оооо, май гад, это было, просто unreal, рисовые поля. Сзади меня стоит другой парень, думает, как бы мне пройти, посмотреть этот вид красивый, но тут стою я, поэтому никак ему не пройти. Какая-то небольшая станция, наверное, можно ухватиться на скорости и попробовать не оторвать себе руки. Там очередные скалы. По-моему, наверное, не очень, по-моему, не очень, по-моему, не очень, по-моему. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok